Узнаете ли вы про пятиугольник какие-нибудь хорошие формы? Вот представьте себе непроизвольную величину, а о пятиугольнике. Знаете ли вы, как хорошим образом найти вот эти координатные? Как? Что мы хорошего знаем про пятиугольник? На этом пути мы, в общем, уверены в том, что не очень туда нас увлекается. Вот. Вопрос, можно ли на самом деле, что называется, хорошо получить ответ в хорошую форму. Кстати, пятая часть на 360, это сколько? Это 72. Итак, задаю вопрос. Кто знает что-нибудь хорошее про 72 градуса? Это 36 натр. Это 36 натр, гениально. А про 36 вспоминается? 73 сопроводится. О, хорошо. То есть вы начинаете вспоминать. Если взять треугольник с углом при вершине 36 градусов, а здесь тогда будет 72, и здесь будет 72. Проверяйте меня. Два раза по 72, это 144, это 36, как раз 180. И, вы абсолютно правильно сказали. Провести бисектрису, тогда здесь будет не просто 72, а здесь у нас будет 36 и 36. Так, что тогда будет? Вот такой вот отрезок равен. Здесь будет 72, правильно? То есть, если вы абсолютно правы, этот отрезок будет равен этому, и будет равен этому. Так, и что? Какое соотношение из этого следует? Понятно. Если у нас правый нижний отрезок заменить за Т, и взять подобие треугольника нижнего коры, то как Т делить на единицу будет равно 1 делить на 1, делить на 1 плюс 1. Так, во-первых, вы предлагаете вот этот отрезочек обозначить вот такую муку. Да. Да сюда вот. В таком случае, смотрите, здесь у нас есть треугольник с такими сторонами. 1, 1 и здесь плюс. А большой треугольник, он с такими сторонами. Здесь единица, а здесь 1 плюс x и 1 плюс x. Вы проявите? Ну, да. Очень хорошо. Значит, отношение маленькой стороны к боковой это x, а здесь это единица делить на 1 плюс x. Ну что, я вас поздравляю. Действительно, уравнение получилось. x плюс x квадрат это единица, x квадрат плюс x минус 1 это 0, x это минус 1 плюс корень из пяти коров. И все положительно, поэтому, конечно, берем плюс. Действительно, мы с вами нашли эту величину. Это замечательно. Это корень из пяти минус 1 пополам. Да. 99% работы сделано. Теперь нужно просто понять, какой же из этого следует отрезать. Значит, вот весь этот отрезок, это единица плюс вот это, то есть это и есть корень из пяти плюс 1 пополам. Вот это вот, или нет. Осталось понять, что на самом деле ответ на картинке уже есть. Не понимаете? Господа, если нас интересует косинус 72 градусов, то это что такое? Это нужно сюда опустить перпендикулярно. И сделать будет сколько в реноменном треугольнике? Если всего единиц, смотри. Сколько? Одна вторая. Одна вторая. По определению косинус 72 градусов, это отношение вот этого к? Этого. Видишь? Кусинус 72 градусов. Это и есть одна вторая, деленная на корень из пяти плюс один пополам. Проще говоря, единица делить на корень из пяти плюс один. Домножим числитель и деснаминация на корень из пяти минус один. Мы получаем ответ. Корень из пяти плюс один на корень из пяти минус один. Это понятно, что я не знаю, это четыре. Вот. Молодцы. Косинус 72 градусов мы нашли. Это у нас получился ответ корень из пяти минус один разделить на четыре. Таким образом, мы на этой картинке знаем абсциссу вот этой точки. Вот этот вот отрезок, это не что иное, как корень из пяти минус один разделить на четыре. Очень хорошо. Теперь давайте подумаем, нельзя ли, зная этот отрезок, еще что-нибудь найти. На самом деле, можно. Если вы нашли вот этот отрезок, если вы нашли вот этот отрезок, то вы можете найти и вот этот тоже. Объясняю почему. Потому что косинус двойного угла выражается очень легко через что? Через косинус самого угла. Давайте на всякий случай я это напомню вам. Значит, какая у нас точка? Косинус двух фи, это есть косинус на косинус, минус синус на синус. Согласны? Ну, косинусу, ну да. Общая формула такая. Ну, это замечательно. Это косинус квадрат минус синус квадрат. Поскольку синус квадрат это единица минус косинус квадрат, то на самом деле это 2 косинус квадрат минус 1. Замечательно. Поскольку мы уже знаем косинус, то мы просто-напросто подставляем. Корень из пяти минус один разделить на четыре. Надо возвести в квадрат и из этого вычесть единицу. Ну, не так уж и так сложно. Значит, две шестнадцатых это то же самое, что на восьмая. Пять плюс один это шесть. Здесь будет минус один, значит, здесь будет минус два. И окончательная такая штука. Корень из пяти плюс один. Замечательно. Замечательно. Значит, здесь у меня 72 градуса, здесь 72 градуса, здесь вот это вот число. Это минус корень из пяти плюс один разделить на четыре. Кстати, на всякий случай 72 и 72 это сколько дает? Счастье. А? 144, а здесь сколько раз? Не третий, шесть, семь. 18 ужасно. Ой, как плохо жить на свете. То есть я пока что знаю вот это число. Я знаю вот это число. Замечательно. У меня проблема с тем, как найти эту высоту. Если у нас единица, мы знаем вот этот отрезок. Здесь корень из единицы минус корень из пяти минус один разделить на четыре в квадрате. Вот, замечательно. Если четверка вынесется, здесь будет корень из шестнадцать минус шесть плюс два корня из пяти. Ну, что, господа, мы уже сегодня к этому числу приходили. Значит, здесь у нас ничего не поделаешь, но возникает корень из числа десять плюс два корня из пяти.